Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Безусловно, приятно проводить брифинги тогда, когда у нас есть возможность подводить фундаментальные итоги прошлой торговой сессии. Еще я констатирую ту динамику, которую мы с вами и планировали увидеть вдоль целого ряда спектра финансовых активов. То, что происходит на рынке сейчас, можно связать с резким ослаблением товарно-сырьевых активов, валют, которые, соответственно, связаны с динамикой этих инструментов, рост доллара, ослабление защиты. В общем, все так, как мы с вами предполагали и как этому способствовала фундаментальная картина. Начнем мы, как и всегда, сегодня с бренда. Видим то, что нефть продолжает снижаться. Сейчас актуальные котировки 46.77. Закрытие торговой сессии вторника состоялось на отметке 46.66. За прошлый день мало что изменилось с точки зрения фундамента. Да и я думаю, что нам не нужно сейчас никаких сюрпризных инфоповодов, которые могут появиться на рынке и сломать тот самый медвежий настрой, который мы с вами продолжаем руководствоваться. Вчера, как вы знаете, вышли данные по запасам нефти в США. Это частная оценка, которая предваряет ровно за сутки официальные данные от Администрации энергетической информации США. Так вот, запасы снизились. И если бы мы, будем надеяться, имели дело не с сезонным проявлением сокращения запасов из-за повышенного спроса на топливо. То есть, если бы речь шла об осени, о весне, о зиме, тогда эта статистика нашла бы свое убедительное отражение в восходящей динамике черного золота. Но сейчас этого не происходит. Трейдеры обращают внимание на статистику, но только так для общего информационного фона, для общего информирования. Но закладывать это в динамику актива никто не торопится. И правильно делают. Потому что запасы, они логично сейчас снижаются. И нет оснований ломать тот самый негативный фундамент, который мы с вами, как продавцы энергоресурсов, заряжены. В частности, запасы снизились на 2,3 миллиона сегодня в 17.30 по московскому времени. Нас ожидает уже официальная статистика. Но если быть реалистом, конечно же, исходя из высокой коллекционной связи, нас и сегодня по официальной оценке ожидает также снижение запасов. Но я надеюсь, что реакция трейдеров тоже будет нейтральной на этот отчет. И трейдеры продолжат постепенно тащить Brent в район ближайшей поддержки 45 долларов за баррель. То есть, к уровню, который является нашим ближайшим ценовым ориентиром. Негативных факторов по-прежнему достаточно. Хватает, несмотря на прогнозы ближневосточного картеля. Мы знаем то, что производство нефти понемногу будет расти вверх. А вот что касается спроса, здесь очень большие вопросы. В частности, если отмотать, опять же, на несколько брифингов назад тот анализ, который мы проводили по спросу. Вы помните, я делал акцент на то, что ОПЕК считает, что в 2017 году трейдерам стоит рассчитывать на увеличение спроса. И оттолкивались они от более-менее стабильной ситуации в мировой экономике. Я сразу же был возмущен подобным комментарием, поскольку о какой стабильности вообще сейчас может идти речь. Тем более, что мировая экономика, она снижается уже на протяжении длительного периода времени. Общий такой медианный консенсус прогноз также падает. И в частности, вчера Международный валютный фонд, который у нас традиционно отмечается, хоть и реальными, объективными взглядами, но все-таки больше, наверное, с пессимистичной точки зрения. Они предложили собственную оценку в очередной раз темпов роста мировой экономики. И прошлись по ключевым, основным развитым регионам, отметив то, что ожидается сокращением. В частности, по отдельным регионам и странам мы с вами поговорим, когда переключимся непосредственно на них и на активы, которые стоят за ними. Но вот что касается мировой экономики, то по версии МВФ, то, что произошло, в частности, в Европейском Союзе после выхода Англии из состава ЕС, и еще не ясно, на самом деле, что будет дальше. Мировая экономика может потерять от 0,2 до 0,5%. То есть, прирост на 2017 год в лучшем случае будет 2,9%. Я думаю, что на самом деле истинная цифра будет ниже. Соответственно, ожидая такое состояние и утручающее положение вещей, мы вправе делать ставку на долгосрочные риски для ключевых секторов мировой экономики, прежде всего для промышленности, и полагать то, что спад промпроизводства будет выступать причиной снижения, соответственно, спроса на энергоресурсы. Поэтому я не хочу пересматривать сейчас наши ориентиры по позициям бренда и WTI, у нас, на мой взгляд, правильный вектор, которым мы с вами стали руководствовать. Сейчас просто ищем дополнительные аргументы, которые будут только усиливать верность нашего подхода. Поэтому ближайшая цель 45 долларов за баррель. При той динамике, которую мы видим по нефти в последнее время, я считаю, что мы сможем добраться до этого уровня уже совсем скоро. То есть, потенциал профита с текущих уровней 1,77$ – это практически 5%. Я думаю, что те, кто еще задумывается о торговле, опять же, нефтью, есть еще шанс сесть в уходящий поезд потенциального профита и получить эти самые несколько процентов, пока мы не доберемся до нашей ближайшей поддержки на отметке 45 долларов за баррель. Российская валюта 63,36$ буквально замерла. Здесь даже ни о каком диапазоне широкой консолидации про торговку не стоит говорить. Очень необычное поведение для российского валютного актива, который обычно был весьма с таким ярким характером и мог показать серьезную динамику даже не то, чтобы в рамках одной торговой сессии, но даже в рамках часа. Выжидательная позиция. Только чем она вызвана? Я, как уже отметил, может быть, это связано с политической темой, которая вот на повестке, на носу, ну не то, чтобы совсем скоро, но сентябрь относительно в годовой перспективе это не так уж и далеко. И если действительно именно политическая тема является сейчас фактором того, что нестабильность в рамках рубля, и уж тем более нестабильность, которая будет выступать причиной девальвации, мы вряд ли увидим, поскольку население прекрасно помнит, что такое последствия резкой девальвации, и я думаю, что помнит, опять же, реакцию населения и российские власти. Сейчас самое лучшее решение, самый лучший сценарий для того, чтобы сохранить политические позиции, это не злить, не бесить, в прямом смысле, людей, соответственно, держать курсы на текущих значениях и все-таки выкидывать периодически на новость, либо пытаться убеждать всех тех, кто поглядывает на состояние валютного рынка, в том, что рубль крепчает, и так оно будет и дальше. То, что раскорреляться уже совершенно очевидно с нефтью, рубль отвязан от динамики черного золота, поскольку ориентируется на иные драйверы экономического роста, которых на самом деле в российской экономике, к сожалению, нет. И вот за последние 30 лет, почти 30 лет со времен развала Советского Союза, к сожалению, этих драйверов так и не появилось. Поэтому, как действовать по паре доллар-рубль? Я думаю, что те, кто следит за этой валютой, уже давно прекрасно поняли, что дальше рубль будет стоить куда меньше, то есть девальвация неизбежна, и уже, возможно, сейчас запаслись приличным объемом валюты, иностранные доллары и евро не имеют значения, и ждут как раз того самого отскока пары, как минимум в район 66, 67, 68, может быть, даже 70 рублей против доллара. Моя долгосрочная цель – возвращение в район 70. Это как минимум, потому что совершенно очевидно, прежние факторы, они сейчас копятся с точки зрения влияния на рубль, и если рубль держится сейчас, может случиться так, что в один прекрасный момент он просто не выстоит, и мы сразу увидим резкое давление на позиции российской валюты, а то, что рубль может и имеет опыт существенных, я бы даже сказал, катастрофических потерь за очень короткий промежуток времени, мы уже прекрасно знаем. На собственном опыте вы вспомните ситуацию, которая развивалась на российском валютном рынке чуть больше года назад, и она может повториться. Поэтому по рублю я по-прежнему призываю вас к тому, чтобы не отказываться от ближайшей цели 66, 67 против доллара, и будем надеяться, в ближайшие месяцы мы доберемся до этого рубежа. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки у нас 1,1009. Наша цель была обозначена на уровне поддержки 1,10. Минимум, собственно, был ниже. 1,09.96. С каким бы спредом вы не торговали, уже, по идее, должны были добраться до профита, если вы прислушались к тем рекомендациям, которые давал не только я. Как действуем дальше? Действуем мы следующим образом. Ставим на еще большее ослабление евро и смещение уже в район поддержки 1,08. Поговорим теперь, собственно, о вчерашней торговой сессии. Мы видим то, что уровень поддержки 1,10, который когда-то, ну, буквально несколько торговых сессий назад, когда евро претендовал на пробой с определением 1,12, казалось, уровень, который не удастся достигнуть в перспективе месяца, потому что очень медведи сопротивляются, точнее, быки, а у медведей не хватало силы, чтобы продавить. Вот видим то, что хватило. Ключевой темой. По-прежнему остаются спекуляции по поводу возможного расширения экономических стимулов со стороны Европейского Центрального Банка. О них мы услышим, собственно, уже завтра, четверга. Вероятность того, что будет присмотрена ставка по депозитам и рефинансированию, мала. Но все-таки мы будем следить еще за комментариями Драги, поскольку знаем, что он не избежит мягкой риторики, которая нам, собственно, сейчас и нужна, поскольку именно она может стать причиной резкого ослабления европейской валюты. Помимо ожиданий того, что ЕЦБ поддержит прочие регионы и перейдет к более агрессивному стимулированию, еще и национальный макроэкономический фонд. Вчера вышли отчеты по ЗЮ, мы с самого начала ориентировались на то, что статистика будет очень плохой. В частности, наши ожидания полностью оказались оправданными, потому что по факту выхода данных по бизнес-оптимизму и оценке текущих экономических условий Германии и Еврозоны мы увидели очень слабые цифры. Если быть точным, в частности, ЗЮ по индексу ожиданий провалился до 6,8, с 19,2 – это худшее значение с 2012 года, то есть за последние 4 года. Что касается индекса текущих условий, 49,8 свалились с 54,5. Конечно же, ключевая причина, которая стала фактором, из-за которого статистика так сильно поехала, это Brexit. Выход Англии из состава Европейского Союза – это ключевой информационный фонд, который сейчас заставляет промышленников и инвесторов действительно держаться за голову. Неясно, что будет дальше. Но я думаю, что прежде чем ситуация стабилизируется, пройдет не один год. И в этот год нам нужно готовиться как раз к очень слабым данным. Факт решения вот этого народного волеизъявления в прямом смысле заставил всех врасплох. И мы понимаем то, что если рисковые активы уже отреагировали таким образом, то в случае дальнейшего ухудшения макроэкономической картины давление на риск будет еще более выраженным. Сейчас основной прессинг ведет на показатели экспорта Европейского Союза, да и на всю финансовую систему. Поэтому 1 на 10 – это, как я уже ранее отмечал, только перевалочный пункт, и дальше евро пойдет еще ниже. Из важного отчета сегодняшнего дня по Европейскому региону я предлагаю вам обратить внимание на отчет по индексу доверия потребителей. Он выйдет в 17.00 по московскому времени. Но по аналогии с оценкой промышленников, я считаю то, что мы имеем все основания полагать, что Brexit привел к такому же ухудшению экономических перспектив со стороны потребителей, ну и собственно настроений, как и для основных инвесторов и промышленников. Поэтому сегодня я, так же как и по Зью вчера, ожидаю слабый отчет и полагаю, что этот слабый отчет может стать еще одной причиной дополнительного давления на евро. Поэтому ждем следующую поддержку 1.08. Если уж совсем подфартит нам, то уже по итогам завтрашней торговой сессии, может быть даже в момент подготовки к факту публикации ставок и пресс-конференции ИЦБ, мы увидим серьезный прессинг на евро и, соответственно, приближение к этому уровню. Фунт против американца. Фунт достаточно лихо вчера пробил поддержку 1.32 и сейчас претендует на то, чтобы подобраться к следующему уровню 1.30. Волатильность по-прежнему радует. Я надеюсь, что вы использовали этот потенциал коррекции, о котором я говорил и уже получили хороший профит. Но мы на достигнутом останавливаться не собираемся, поскольку понимаем то, что аутсайнеры и качества, они так и остаются характерными для афунта. И даже 1.30 это, на мой взгляд, весьма высокое значение. И курс, который на самом деле должен быть гораздо ниже, учитывая то, что Англия теперь развивается в пути самостоятельного государства. Важнейшим отчетом для Англии вчерашнего дня были данные по индексу потребительских цен. Отчет указал на то, что инфляция выросла до 0,5% с 0,3%. Это годовая оценка. И ключевая причина – это рост стоимости авиаперелетов из-за чемпионата Европы. Это действительно так, поскольку цены на билеты выросли практически на 12%, что в целом и привело к резкому усилению позиции индекса потребительских цен. Очень важный нюанс еще и в том, что эта статистика была собрана до 23 июня. Вы знаете, что 23 июня как раз у нас и прошел референдум в Англии. То есть статистика, которую мы анализировали вчера, она еще не отражает реальность, связанную с уже наступившими и реализованными политическими и экономическими рисками. А поэтому можно сделать простой вывод о том, что истинный показатель индекса потребительских цен уже гораздо выше. Я думаю, что может быть на 0,2% или 0,3% как минимум. И приближается уже в район 1%. Если, опять же, развивать эту ситуацию с показателем по инфляции, можно предположить, что если инфляция растет, это логичное следствие, поскольку рост инфляции всегда происходит по факту девальвации валюты, а фонд за последние недели ослаб практически на 10%. И если инфляция стремится к целевому диапазону в 2% или даже создает предпосылки для того, чтобы преодолеть его, логично задумываться не о снижении процентной ставки, а даже об ужесточении монетарной политики. Но в отношении Англии сейчас этот расклад абсолютно не работает. Потому что мы помним последний комментарий Карни, банк Англии, о том, что риски роста инфляции присутствуют, потому что совершенно логично, из-за того, что валюта национальная очень сильно просела. Но банк Англии, понимая это, сейчас будет руководствоваться не краткосрочными вызовами, которые появляются из-за крайне высокой нагрузки на цены, а долгосрочной угрозой. И это долгосрочная угроза, связанная с ожиданиями возможного резкого сокращения показателей ВВП в перспективе ближайших 2-3 лет. И чтобы не допустить этого, как раз сейчас нужно создавать максимально комфортные условия на национальном рынке каретования. Что нужно делать? Снижать процентные ставки, давать банкам столько денег, сколько им нужно, чтобы они также поддерживали рынок каретования, давали деньги малому, среднему и большому бизнесу, если он будет нуждаться в этом. Поскольку именно этот легкий доступ к ликвидности будет сейчас, может быть, сдерживающим фактором, который станет причиной сокращения темпов оттока капитала, идущего сейчас беспрецедентными просто объемами. Поэтому снизит процентную ставку. Это 100% возможно уже 4 августа. Я, честно говоря, считаю, что именно в этот день мы и услышим о коррекции этого параметра как минимум на 0,25%. До этих пор фунт еще может серьезно ослабнуть. И если мы действительно получим такое решение, то дальше будут значения, как я уже отмечал, 1,27%, может быть, еще ниже по паре фунт-доллар. Сегодня из отчетов. Средним за рынком труда Англии в 12.30 классическое время для основных релизов выйдут все эти данные. Количество заявок на пособие по безработице, уровень безработицы и заработная плата, динамика прироста. Что мы ждем от этого отчета? Я думаю, что ничего хорошего. Но даже если данные будут очень сильными, скажем, лучше прогноза, их рынок с вероятностью в 99% проигнорирует. Потому что эта статистика, как я уже отметил по факту прошлого показателя по индексу потребительских цен, была собрана до референдума. И она не имеет ничего общего с новой реальностью, в которой существует там английская экономика. И не забывайте также про комментарии представителей банка Англии, Вилла, который в понедельник сообщил, выступил с очень, ну хоть прагматичной, но весьма пессимистичной речью о том, что англичанам в перспективе ближайших двух кварталов придется столкнуться с, вероятно, резким сокращением заработных плат. Вот эту статистику мы сейчас и уже должны дисконтировать в аналогичные отчеты, которые будут вот спустя какое-то время. И видеть в них, как было, собственно, сказано и верно подмечено, один негатив. Поэтому против фунта сейчас действует все, если нет оснований для роста, ну и не будем искать их тогда. Тем более, что совершенно логично, что фунт продолжит снижаться. Ближайшая цель – это пробой поддержки 1,30. Доллар японской иены. Здесь картина в целом не меняется. Доллар заряжен сильными макроэкономическими данными. Вчера вышли данные по рынку недвижимости. Снова сектор указал на восстановление. Вероятность поднятия ставки в декабре 2016 года снова выросла. Сейчас это уже 50%. Из другого фона по Японии мы по-прежнему ожидаем расширение программы количественного смещения на 10 триллионов иен в год. Об этом решение может быть принято уже по итогам двухдневного заседания 28-29 июля, то есть в конце этого месяца. И давление на иену может быть значительным. Я думаю, что подтолкнет Банка Японии к необходимости все-таки принятия решения о более агрессивном стимулировании может быть и вчерашний прогноз Международного валютного фонда, согласно которому японская экономика этот год закроет на очень слабом уровне, точнее на отметке 0,3% против прошлого прогноза 0,5%. Поэтому USD иена сохраняет запал для дальнейшего роста и ближайшая цель это сопротивление 107 иен за доллар. Туда и целимся. Также отметить хотел USDCAD, поскольку у нас на этой неделе также много отчетов по этой валюте, в частности в пятницу данные по инфляции, основной релиз в случае снижения индекса потребительских цен в рамках Канады у нас будет еще один железобетонный повод, сигнализирующий о том, что Банк Канады также поддержит прочие регуляторы, которые уже прибегли к сверхагрессивному стимулированию и снизит процентную ставку. Учитывая рост пары USDCAD, вот сейчас актуальные котировки, одну секундочку, 1,3027, хай у нас был на отметке 1,3052. Действительно пара идет на уровень ближайшего сопротивления, который мы с вами поставили, обозначили в качестве цели. Это 1,32. Если еще не в сделке, пожалуйста, оцените еще раз фундамент. И осознайте то, что сейчас все складывается в пользу роста и слабости роста американца и слабости канадского доллара. Поэтому USDCAD, прежняя цель 1,32. Тем более, что если и нефть продолжит снижаться, у нас появится еще один серьезный аргумент в пользу нашей идеи. Из важных событий сегодняшней торговой сессии, отмечаю, в 11.30 нас ждет целый блок статистики по рынку труда Англии. В принципе, просто смотрим на эти данные, но понимаем то, что, скорее всего, они не будут иметь никакого значения. Но если отчет будет плохим, даже вопреки того, что статистика собрана до референдума, тогда фунт начнет терять уже даже и по факту этих релизов. В 17.00 уровень доверия потребителей. Еврозоны ждем слабый релиз и давление на евро. И в 17.30 запасы нефти в США. Кодовое слово на сегодня. Стержень, величина бонуса, 14% действует он до завтрашнего брифинга. Собственно, на этом все. Не забывайте подписываться на наш официальный канал на YouTube, оставляйте ваши лайки и комментарии. Отвечу на любой вопрос, который касается темы финансовых рынков. Большое спасибо за внимание, хороших вам профитных сделок и, безусловно, попутного тренда. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.